Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня я вам расскажу несколько фишек. Да, они будут касаться о том, как сохранить молдость, здоровье и красоту ваше долголетие. Почему же я написал то, о чем мне говорят врачи? Дело в том, что поликлиники на сегодняшний момент, ввиду определенной ситуации нашей ковидной, они перегружены, да и до этого они, в принципе, испытывали серьезный перегруз. У врачей некогда, просто не хватает сил, времени вести профилактику среди населения, вести какие-то такие беседы с пациентами, которые будут помогать им лечить не только их основное заболевание, но и становиться лучше, да, более здоровым и вести профилактику всех заболеваний, которые у него могут быть. Дорогие друзья, называется, соответственно, врач, который вам поможет не стареть. Это врач привитивной медицины. Я в данный момент учусь на эту специальность, но это очень широкий спектр. В принципе, это может быть любой врач, который достаточно глубоко разбирается в метаболической системе. Ну, наверное, ближе всего это дело моим коллегам-эндокринологам, но очень часто и неврологи, и кто угодно, там, гастроэнтерологи и всякие разные люди. В общем-то, мои коллеги, врачи различных специальностей углубляются в это, также учатся на врачей привитивной медицины и успешно осваивают. Просто другое дело, что врачу может быть неинтересно вести профилактику, неинтересно делать именно привитивный подход, предупреждающий подход к заболеванию, и он может как бы это дело игнорировать. Соответственно, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы вы в первую очередь не пили подряд все БАДы. Если вы где-то прочитали и увидели, что у вас есть признаки на то, что у вас не хватает железа, ну, сдайте, допустим, анализ на ферритин. Посмотрите, что у вас с ферритином, что у вас с железом. Посмотрите на общий анализ крови. Попросите врача интерпретировать общий анализ крови. В первую очередь, для того, чтобы быть здоровыми, я рекомендую вам в любом возрасте, для того, чтобы не стоять отказаться от сахара. Потому что избыточный вес или просто метаболические поломки различные вызывают системное употребление сахара, оно вызывает инсулинорезистентность. Я как эндокринолог ежедневно, вот вы когда видите, что я по психологии не делаю выпуски, да, вы видите, что я куда-то пропадаю, это снова мои сахарные больные меня атаковали, и я уже лечу, лечу диабет. Очень часто, конечно, люди срываются и так далее. Все эти метаболические такие перепады, да, в сахаре, они иногда людей, ну, заставляют, да, есть сладкое в каком смысле. Но человек психологически начинает уже на этом концентрироваться, на том, что ему нельзя есть высокопликемические продукты, он начинает об этом думать, да, такая психосоматика включается, и в какой-то момент, когда глюкоза в крови только-только начинает у него выравниваться, первый месяц идет ремиссия, он начинает снова есть сладкое при лечении второго диабета. Конечно же, при первом диабете, инсулинозависимом, это уже не столь важно, потому что там уже используется экзоген инсулин. И для того, чтобы понимать, да, профилактику диабета, есть ли у вас скрытый диабет, есть он или нет, сдайте, пожалуйста, индекс HOMA-IR. Это анализ, который позволит узнать соотношение глюкозы и, соответственно, соотношение глюкозы и инсулина в крови. И тем самым там, ну, уже все есть, в принципе, в этом индексе лабораторные значения. И очень часто есть некоторые европейские данные о том, что наши лабораторные значения где-то 2,5-2,7 там бывают чаще всего. Ну, вот, в общем, в половину можно убирать. И если даже половина у вас есть из этого, ну, то есть индекса, уже можно как бы использовать просто питание, отстраивать питание. Ну, такой, если интересно, мы потом поговорим. Но, опять же, я всем советую просто такого питания придерживаться, это убрать быстрые углеводы и убрать углеводы из утреннего приема. То есть немножечко позже хотя бы начинать есть углеводы и каши и так далее, чем нежели вы это делаете, возможно, сейчас, потому что нас всех приучили, что кашу надо есть утром, дорогие друзья. Второй пункт – витамины, которые вы пьете. Если вы смотрите этот выпуск, вы, скорее всего, пробовали рано или поздно, будете пробовать, да, пить витамины, БАДы. Сейчас есть так называемые хилатные формы. Ну, это с добавлением там разных аминокислот. Кому интересно, напишите, я расскажу там подробно, что такое хилатная форма. Там бывает хилатное железо, хилатный кальций и так далее. Суть в том, что у них просто более высокая биодоступность. Если вы выяснили, что у вас нехватка железа, вы просто можете, соответственно, восполнить ее при помощи именно хилатной формы, потому что она будет лучше усваиваться. И еще один пункт – омеге. Омега позволяет нам повысить липопротеиды высокой плотности. Еще один анализ, профилактику вообще проблем истории холестериновой. Многие сдают холестерин общий, просто потому что почитали в интернете, баба Маня посоветовала. Не нужно сдавать общий холестерин, нужно сдавать индекс андрогенности. Это три глицериды, это, соответственно, липопротеиды высокой и низкой плотности. Ну, понятно, что туда будет входить еще и холестерин общий. Дорогие друзья, это касательно ваших сосудистых проблем. Если у вас уже глюкоза 5,5, а то и 8, то, соответственно, очень часто индекс андрогенности повышается. Вообще все в организме взаимосвязано. Поэтому вот эти вот два показателя индекса андрогенности, индекс хомо-IR, я бы рекомендовал вам контролировать для того, чтобы быть здоровыми, да, для того, чтобы максимально сохранить ваше здоровье. Также рекомендую следить за балансом витаминов группы В. И, соответственно, ну, целая история. Хотите, сниму выпуск про витамины группы В. Ну, в целом, суть такая, что нужно потихонечку, ну, их пить, чтобы они всегда были в каком-то вашем комплексе. Это при условии, что если у вас нет других каких-либо нарушений. И еще раз в годик я рекомендую сдавать анализ, анализ, соответственно, по оси повода на микробиому. Вот, на то, что, ну, бывает всякая там паразитарная микробиома, и грибы, и кто угодно там может у нас поселяться, или просто в норме находившиеся грибы. Их уровень может очень высоко вырасти и наносить вред нашему организму. Вы совершенно, заверяю вас, можете этому не почувствовать. И не все врачи я вот по слизистым смотрю очень часто, и по другим, ну, и по коже так, и сяк, и вроде смотришь, и по единофилы могут быть в крови повышены. Ну, в общем-то, дым-сюдым крутишь. Разные есть, соответственно, диагностика. Интересно, могу про это рассказать, но смысл один проще сдать Ульсипова хотя бы раз в годик, если вот таких ярких признаков, да, каких-то такой опасной микробиомы нет, да, можно просто сдать и, соответственно, быть счастливыми, здоровыми людьми. Дорогие друзья, если вам интересны подробные выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду рад снять еще какой-нибудь выпуск, что-нибудь подробнее, может быть, рассказать, пишите мне об этом в комментариях. И да пребудет с вами здоровье. Я вас всех жду на своих консультациях онлайн. Подпишитесь внизу на канал. Также смотрите мои видосики в, соответственно, сейчас всплывшей подсказочке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!